Конечно, друзья, зрительный зал ликует, аплодирует, ну и, я думаю, зрители, слушатели телерадиоканала «Страна ФМ» тоже сейчас это делают. В московское время, 14 часов 3,5 минуты, в эфирной студии «Страна ФМ» Александра Хайрулина. Роман Шахов, и, конечно, мы, как вам и обещали, у нас уже в студии появилась Юта. Привет! Привет, привет, всем привет, привет. Как рады вас видеть. А мы-то как рады. Мы очень рады, друзья. Ну, во-первых, надо сказать большое спасибо Ютушке за то, что она в последнее время порадула нас прекрасной песней. Еще сегодня вы посмотрите клип на эту самую песню «Как воду глядела». И подробности сразу вот просим Юту и выложить, что называется, на стол. Клип-то готов был сегодня утро, в 4 утра. Знаешь, как делают грамотные люди? Грамотные люди сперва делают тизер, вкладывают его в соцсети день, потом два, потом говорят «Премьера скоро», потом возникает премьера, потом делать какие-то презентации. Ничего такого не хочется делать, потому что я вас люблю. Я пришла вас поздравить с целым днем рождения, целый год вы в эфире. И так получилось, что сегодня в 4 утра клип был закончен. Но неужели я могла его здесь не показать, не принести? Не презентовать. Конечно, спасибо тебе за это огромное. Ты принимала участие в монтаже? Самое горячее. И сегодня до 4 утра ты тоже не спала, все это контролировала? Нет, сегодня перед эфиром и вечерним концертом я решила все-таки поспать. Но огромное спасибо команде Кролл Медиа, которая шикарно все это сделала. Но я, конечно, не могу не принимать участие. Мне надо вмешаться, мне нужно сказать свое веское слово. Ну, конечно, ты же колоссальный опыт, и потом, ну, конечно, ты очень творческий человек. Но в целом, в общем, ты сама довольна осталась работой. Я довольна, мне даже сказать нечего. Знаешь, когда я радуюсь, у меня нет никаких эпитетов, там, как это было тяжело или трудно, или здорово. Просто мне нравится, и я балдею от результата. Песня «Как воду глядела» уже у нас несколько дней крутится и очень успешно. И спрашивает в инстаграме по заявкам. Но расскажи о ней несколько слов, как она у тебя появилась. Куда ты глядела, как песня-то появилась? Не будет ли это, не услышим ли мы эту песню в каком-нибудь фильме потом, как часто бывает это с твоими песнями? Да кто же его знает? Ну, как-то специально писать для кино я немножко перестала, потому что сконцентрировалась на сольном творчестве. Вот. У меня была задумка, вот этот кусочек текста припева, эта задумка лежала три или четыре года. И там была вообще другая мелодия, там все было по-другому. И вот я как-то ночью стою, стою, и вдруг мне приходит этот текст совершенно другой мелодии. И я понимаю, что нужно сейчас менять все. Звук, стиль, образ. И когда эта песня получилась в таком виде, в каком она получилась, я поняла, вот она, вот она, новая, скажем так, идеология моего творчества. Мне очень нравятся народные корни. Это может быть ирландская музыка, это может быть русская музыка, еврейская, восточная, какая угодно. И вот эти этнические корни, положенные на суперсовременные биты, дают потрясающий результат. Вот это я хочу делать. И делаю. Как здорово. Это у тебя здорово получается еще, надо сказать. Спасибо. Скажи, как ты думаешь, эта песня, она, в общем, войдет наверняка в твой новый альбом, который собирается ли у тебя уже постепенно или нет. Крайний альбом в 2016 вышел, мои родные. Сейчас. Да, точно. Мы тебе сообщаем. Надо точно петь в 2017 выпустить, я прям должна. Зачем тебе, ну-ка скажи, зачем 17? Слушай, ну, идут песни, если они идут, почему они... Конечно, зачем должны пылиться и ждать 3-4 года, если они уже рождаются. Да, по правилам действовать как-то скучно, мне хочется... Не в твоих правилах действовать по правилам. Не надо вам правил. То есть, смотри, для фэн-клуба информация, до конца года... До конца года выйдет альбом под названием «Как в воду глядела». И презентовать мы его будем 1 декабря в зале «Крокус Вегас». Будет большой, сольный. До этого еще ждем с презентации альбома у нас. А 1 декабря, конечно, отправимся к тебе. Куда? Крокус Вегас. Ну, а пока в эфир «Страны ФМ» пойдем. Там нас ждет Джиган. Юта у нас сегодня в гостях. Мы очень скоро продолжим общаться с нашей гостьей. Оставайтесь с нами. Джигану благодарны очень, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Она дни и ночи проводит в работе, в сочинительстве. Ну, а сегодня выкроила часок для нашего эфира. Юта в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». И сегодня, напомню, мы обязательно посмотрим клип новой артистки, который вышел прям вот сегодня в 4 утра. Сегодня в 4 утра. Свежачок. Это песня, как в воду глядела. Прям вы первые, кто его увидит. Первые, ребята. Спасибо. Да, Юточка. Будет ли там какой-то сюжет? Или просто ты красивая, нарядная где-нибудь на красивых пейзажах? Красиво, нарядно гуляю, солнцем наслаждаюсь, дышу. Ну, нам нужно было передать вот эту атмосферу солнечного, раскаленного города. Запах специй, радость, легкость, море. Все то, чего нам так не хватает. Если там любовь в этом клипе. А любовь вам, я вся шуткана из любви. Зачем нам партнер? Пусть фантазия дорисовывает эти прекрасные моменты. Я с тобой согласна. Абсолютно, да. За это отдельное спасибо от мужчин. Да, да, да. Что касается вообще лета у тебя, как оно проходит? Не мимо ли? Расскажи немножко. Обалденно, лето прошло. Значит, в июле, в июне, когда вся Москва говорила, дайте нам тепла, дайте нам тепла. Умныли все, абсолютно. Я рванула с детьми в Сочи. Вот, молодец. Там было не жарко, но там было прекрасно. Вообще, я обожаю вот этот вот регион вокруг Лазаревской. Это прям какое-то мое место силы. За что? За что ты обожаешься? То есть, я не знала, за что, мне просто там было очень хорошо. А выяснилось, что там большое количество дольменов. Вот, не просто так, значит. Люди мне сказали, что это место силы. И меня туда прям тянет. Я там отдыхаю, там горная речка, горы, вот безмятеж. И главное, что там нет шумных дискотек, тусовок, модных магазинов. Там вот это вот единение с природой. Ребятки твои довольны, остались отдыхом? Да, они вообще, они вытянулись, загорели. Ой, слушай, у тебя же первоклассники. Они так, ну, раздут, да? Идут, знаешь? Я купила им школьную форму, девчонки, и посмотрела на них. У меня произошел переворот в голове, потому что это другие дети в школьной форме. Вот все родители первоклассников меня сейчас поймут. А сын тоже вот дал. Значит, ему 9 лет. Оказывается, все начинается, подростковый период начинается именно в этом возрасте. В 9 лет? В 9 лет. В чем это проявилось? Расскажи, да, как у тебя? Ну, понимаешь, во-первых, это груда мышц. Во-вторых, это совершенно другой, достаточно колючий и проницательный взгляд. Это упрямство. Это новые абсолютно словесные обороты. Это отстаивание своей точки зрения. Это вот это вот уже. Слушай, мам. Мама слушает. Я все. Малыш, малыш. Какой малыш? Он Соню целовал. А Соню также целовал Серега. На минуточку. А Серега говорит, что у него было 82 женщины, и этим всем детям по 9 лет. Скажи, пожалуйста, ты уже прячешь сотовый телефон у него? Или он запаролен как-то вот твоим паролем? Как вообще это происходит? Или нет? Или ты меряешь? Мой, конечно, запаролен, но я отслеживаю, что он смотрит. В интернете, потому что, ой, ой, надо смотреть. Да, конечно. Но при этом самая главная задача – это быть ему другом. И это непросто. И это постоянная работа над собой. Скажи, а Катя с Машей идут в одну школу вместе с Толиком? Да, они, получается, в одной школе, но в разных корпусах. Ну, то есть Толик-то будет присматривать за ними как-то там? Нет, как-то вот сами-сами-сами. Сами-сами. Ну, хорошо, они за одной партой вместе. Ну, им вообще никогда не скучно. Этим двум птицам моим личный полет. Боже, ну скажи сразу, ты будешь принимать участие в помощи делания домашней работы? Ты знаешь, я сидела с сыном от и до, что называется. И сыну это было надо. И я думаю, что с девочками будет совершенно другая история, потому что они другие. Им нравится. Мама, дай мне прочитать это слово. Им нравится получать с нами. Сын делал вот так. Поэтому я очень надеюсь на девочек, потому что уроки с тремя – это… Это очень сложно, конечно, тогда тебя совсем не хватит на своих поклонников и на творчество. Что они сказали по поводу новой работы мамы, новой песни, как вода углядела? Сущим понравилось. Им понравилось. А вообще они как строгие такие цензоры или они принимают? Мама написала, все, хит. Как происходит? Они честные. Их вообще не обманешь. Если их не воткнуло, если песня не зашла, что называется. Не вставила. Да, они просто абсолютно равнодушно разворачиваются и уходят. Но если это «да» каким-то образом их цепанул, они просят повторить. Все очень просто. Ну, как у всех. То есть этот случай был, когда зацепило все-таки. Мама, давай, мама. Ну, еще. Ну, еще. Они тут начали хвастаться, значит. Заходим мы с ними в сауну в аквапарке. И вот они садятся в сауну. Комнатка крохотная, еще какие-то люди сидят. И вот мы сидим, греемся. Они говорят, мама, а что ты делаешь, когда ты проснешься? А вот ты, когда проснешься, ты ведь идешь завтракать, а потом ты ведь идешь на работу, ведь ты певица. Ну, слушай, так неловко. Девочки. Ну, им приятно, значит. Они гордятся очень тобой, гордятся. Друзья, мы совсем ненадолго прервемся. Но для того, конечно, чтобы вновь вернуться и продолжить общение с Ютой, оставайтесь с нами. Лето не во сне наяву продолжает наше очередное свидание с Ютой. Друзья, очень рады, что вы в компании телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы говорим сегодня о новом клипе и о том, вообще, что происходит в жизни этого замечательного автора-исполнителя. Про Юту, конечно, Рома сейчас говорит. Ты только что посмотрели ее первое свидание, но ты видела, тоже ее слышала. Красивые, очень нежные, трогательные песни. Замечательно. Спасибо тебе за нее. Большущее. Спасибо огромное. И вот наше с вами первое свидание состоялось год назад. Да, казалось бы, что такое год? Это не так много. А за этот год произошло столько всего. Вы развиваетесь. Вы несете людям радость, свет. Вот еще раз я вас поздравляю с днем рождения. Спасибо. Спасибо. Как любишь свои дни рождения отмечать? Вот что было в июне там у тебя, да? Как ты закатываешь пирушки или не закатываешь пирушки? А что я делала в этом году? Да, что ты делала? А, в этом году. Да, ну-ка расскажи. Да, я была в Сочи. Как раз в отпуск с детьми. С детьми, с друзьями. У меня раскалился телефон. И это было очень приятно. Очень приятно, потому что с утра до вечера позвонили, казалось, все. И рядом дети, море, фрукты, там что-то какое-то мясо на гриль. Это было прям феерически здорово. Как тебя поздравили твои ребятки? Ой, они мне нарисовали такие шикарные подарки. Картины, да? Вообще картины. Сын собрал букет. Девочки нарисовали какие-то красивые пейзажи, с вложенными мартышками. Самые дорогие и ценные подарки, наверное. Это самое классное. Это очень... Это самое дорогое. Юлочка, скажи, пожалуйста, Как у тебя на сегодняшний день обстоят дела с кинофильмами, со спектаклями? Я имею в виду твою композиторскую деятельность. Так, значит, последний сериал, который я написала год-два назад, вышел в эфир сейчас. По-моему, уже закончился. Называется он «Фамильные ценности». Так. Вот. И с тех пор больше я для кино ничего не писала. А потому что Игорь Николаев пишет теперь. Видишь, как... Вот, я же тоже отнял. Игорь Николаеву надо поговорить с парнем. Ну, вам как-то, да, может быть, по очереди надо тогда работать. Тогда следующая твоя работа. Шутка. Просто это момент фокусирования или фокусировки твоего внимания. Сейчас все подчинено сольному творчеству. И на кино просто нет ресурсов, да и желания. Ну, конечно, это же огромное количество времени. Правильно. А вот здесь, тем более, альбом поставлено. Дата. Концерт 1 декабря. А в Крокус, Вегасе. Да. Все правильно говорю. Выход нового альбома. Ну, это значит, да, все. Кстати, по поводу альбомов и песен. Ты говорила, что очень любишь этнику. Ага. Да. А будет ли вот чисто такой этнический альбом? Вот, может быть, даже без электричества расскажи вот над этим. Слушай, какая интересная идея. Да. Да, подумай. Спасибо за идею. Я подумаю. Понимаешь, как? Потому что материал... Кто, если не ты? Кое-какое есть. Есть запал, есть душевная потребность. Насколько мы поняли, да. И, может быть, часть альбома в скандинавской сделаешь. Может быть, часть в другой какой-то культуре музыкальной. Есть новая песня, называется она «Муж и ребенок». Она очень смешная. И там такие запилы на скрипке, вот эти вот танцы, вот эти ирландские. Вот, а я тебе зашлю. Между прочим, чтобы вот так вдохновляться, ты какую сама-то музыку слушаешь? А где черпаешь вдохновение? Честно. Что у тебя в плеере? Да. Честно. Ну, зачем врать? Значит, у меня в плеере Аганн Себастьян Бах. Какая ты умница. Да. И... То есть, когда ты едешь в машине, да, и открываешь окошечко, а там... Слушай, я еду молча. Я еду, потому что у меня что-то в голове крутится, или с кем-нибудь по телефону разговариваю. Не берите с меня. Не надо разговаривать за рулем. Разговариваю в наушниках. Ну, ты же, конечно, у тебя гарнитура или громкая связь. Ну, конечно, у меня гарнитур, да. Да, поэтому как-то... Почему именно Бах? Мне кажется, это такая совокупность идеи, гениальности, авансом выданного материала всем последующим авторам на много-много веков вперед. То есть, это гений. Гений, который поражает вдох... Продолжает вдохновлять и восхищать. Там есть все. Расскажи, слышишь ли ты из современных композиций, кто еще черпает вдохновение в Бах и явно берет откровенно какие-то темы, лейтмотивы для своих произведений? Да что-то я анализом как-то... Не знаю, надо присмотреться. Теперь мы тоже будем на это обращать внимание очень тщательно. У меня вопрос еще по поводу книг. Что ты прочитала этим летом и что можешь нам порекомендовать? Ты знаешь, ты... Ты как человек пишущий... Я в очередной раз перечитала Чехова. И сейчас совершенно по-новому это все заходит, потому что я наслаждаюсь вот этими словесными конструкциями. Это музыка. И заново открыла для себя Стругацких. Хорошо. Ну и из поэзии, давай еще из поэтов. Кого, может быть? А что ты из поэтов, кроме Пушкина, знаешь? Пушкина в очередной раз пересчитываешь и опять думаешь, как же так? Как же человек дышит? Так, как это делал Пушкин. Давайте осмыслим это... Вот посмотрите, какая хорошая компания. И Юта, и Чехов, да. Телерадиоканал Страна ФМ. Мы очень скоро продолжим общаться с Ютой. И помните, нас впереди с вами ждет премьера клипа на песню «Как в воду глядела». Будьте здесь. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Мы смотрим на Юту, восхищаемся ее улыбкой, ну и, конечно, прекрасной формой. Скорее всего, это тысячи часов, проведенные в тренажерном зале, может быть, еще что-то. Да, вот, друзья, если вы не очень видите из-за стола, а в какой форме сейчас Юту, то зайдите на ее страничку в Инстаграм, да, и посмотрите. Юта в полете. Я думаю, что даже если Николай Тискоридзе сейчас это посмотрел бы, или, да, Анастасия Волочкова... Он бы сказал, надо носок тянуть. Носок завалило. Да бог с ним с носком. Тут же полет, высота и струйность ног. Это все очевидно. В общем, да, на вопрос Романа давай отвечать скорее, что ты делаешь. Ну, я просто пересмотрела Инстаграмы наших звезд и подумала, а что я не выкладываю фотки из спортзала? А что я не выкладываю какие-нибудь там вот эти вот дела? Ну и пошло, да. Много ли спортзала в твоей жизни? Расскажи. Не, не так много. Я стараюсь ходить три раза в неделю. А у меня есть потрясающий тренер по имени Марино. Он итальянец, он классно совершенно разработал для меня. А по-русски он говорит? Да, прекрасно говорит. Хорошо. Он поет тебе? Потому что он все-таки итальянец могла бы использовать. Ты занимаешься, он поет. Он мне говорит, давай еще, еще, еще. Ну, тренер с одним звучит, как музыка. Он разработал для тебя специальную программу, ты говоришь, да? Да, у него есть своя авторская программа, которую он успешно как-то применяет к своим клиентам. Обкатывает на звезды шоу-бизнеса. Ну вот, пожалуйста, кто на славу потрудился в зале, тот я теперь и шоколадку пишет. Юта у себя в инстаграм. Потому что чистое вранье, шоколад я не ем. Ну, знаешь, и как правило. А ведь многие девчонки после этого побежали так же смело, схватились за шоколад и говорили, о, можно? И пусть им будет счастье. После спортзала можно. Шоколад, ничего плохого нет. Правильно, правильно. Конечно. А ты шоколад не ешь, я так понимаю, вовсе не потому, что боишься поправиться, просто не любишь. Не люблю. Как детям твоим повезло, зато все им достается. Я любила шоколад, когда я была маленькая, когда в Советском Союзе производили вот классный шоколад. И тут недавно, ну как недавно, года два назад из Казахстана мне привезли вот тот самый шоколад, который из-под полы возят. Там до сих пор он хранится. Да, в синенькой упаковочке вот этот вот казахский или казахстанский шоколад, вот он мне напомнил вкус детства. Ничего подобного больше ни в Швейцарии, ни в Бельгии, нигде я не пробовала. Поэтому что его есть, когда не то? А что уже из еды тебе доставляет удовольствие? Ну вот то, что ты любишь и прям обязательно съешь, если типа попадется под руку. Хочешь честно? Да. Мои дети надо мной просто очень сильно смеются. Я люблю брокколи. Ну а что, отличный вариант. Нет, нет, слушайте, нормально. Я правда очень люблю овощи. Вот мне овощи, кажется, вкуснее, чем мясо, рыба. Поэтому мне нравятся орехи, овощи, фрукты чуть меньше. Ну вот с возрастом приходят. Вот просветленный человек, Саша. Понимать, нет, я, конечно, никогда не откажусь от куска вот там стейка с кровью. Не-не-не-не-не. Овощи мне нравятся. Овощи. Вот и нравится. Просто белочка, я сейчас смотрю на тебя настоящая. Я люблю орешки. Друзья, Юта у нас сегодня в гостях. Очень скоро мы, наконец-то, с вами посмотрим новый клип, «Как в воду глядела». Будьте обязательно поблизости. Но пока мы с удовольствием вам продемонстрируем клип группы «Моральный кодекс». «Где ты?» «Где ты?» в эфире «Страна ФМ». Потому что мы с пылу, с жару очень скоро посмотрим клип новый, который еще никто не видел. Как вот углядела клип, да, буквально появился на свет. Вот сегодня ночью в 4 утра. Утром рано. Ну давай еще несколько слов, Феточка, у тебя спрашиваем по поводу клипа. Снимали этим летом в текущем. Снимали этим летом, да. Снимали на юге. Режим был такой. В 5 утра подъем, 3 часа на грим, выезд на площадку, жара, все течет, грим течет. Но ты находишься в состоянии драйва, тебе хорошо, ты греешься. Где-то в час ночи ты возвращаешься в гостиницу, спишь. В 5 утра подъем, 3 часа на грим, ду-ду-ду-ду-ду. И в таком режиме 4 дня я фантастически круто отдохнула. Я отвлеклась от абсолютно всего будничного московского. Знаешь, я отдохнула от детей. Такое тоже было. Сейчас Толя тебе смс-ку пришлется, жди, ладно. Слушай, так он от меня сейчас отдыхает, он находится в лагере. Понимаешь, у меня тусовка. Все, хорошо. Я вообще вспомалась на мысли, что вот сижу я, и надо как-то говорить, наверное, более весомо, степенно. Все-таки, ну, артистка. А меня прям прет от радости, потому что с вами хорошо. Ну, в этом и кайф, и тебе спасибо за то, что ты очень искренне, да, как себя видишь. Итак, 4 дня кропотливой работы. 4 дня кропотливой работы. С 5 утра и до часу ночи. Да, потом отсыпание в Москве, потом был монтаж, 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 потом был светкор, 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 потом был постпродакшен. И вот оно в 4 часа утра. Я вечером вчера не была уверена, что мы успеем. А что, сегодня мы сможем показать клип. И ребятам говорю, ребят, давайте не будем умирать, потому что, ну, не успеем, так не успеем. Они говорят, успеем. И вот так. Показывали ли тебе пример какой-то твои помощники, кто помогал тебе снимать клип? Ну, то есть, давай вот как у этого в клипе, или как у той сделаем. Вот, или вот ты видела последний клип? Надо взять, как они умело сделали это. Ой, нет, знаешь, мы не отталкивались, ни от каких реферий, так называемых. Мы очень тщательно продумали все образы за 2 месяца до съемок в Москве. Отшили костюмы, подограли... Кто жил тебе костюмы, кто у тебя этим занимается? Стилист Мария Бузенкова. Она просто гений, мы с ней уже очень давно сотрудничаем. И она, конечно, вот, дико мне нравится то, что, все, что она делает. Вот. Маша Питкевич делала мейк, ездила с нами. И как-то мы понимали, что мы хотим сделать, потому что у нас был жесткий костяк. И вот именно, когда есть жесткий костяк и сценарий, начинается элемент творчества. Поэтому у нас произошло... Есть от чего отталкиваться. Да. Вот есть там один план, который получился совершенно случайно. В красной рубашке, в домашней красной рубашке. И он самый красивый. И он получился настолько драйвовый и честный, что мы решили его оставить. Ты уже подумываешь о том, на какую песню у тебя будут следующие клипы, и какие образы. На три. На три даже. Какая же ты умница. Слушайте, это как-то не клип, это музыкальный фильм уже просто получается у тебя. А почему нет? Ты подал хорошую идею, между прочим. Вот уже не первую, да. Уже не первую. Поэтому мы обязательно на эту тему подумаем. Раскрывать секрет? Ну, раскрою, конечно. Давай. Вот, представляешь, если бы была такая база данных. Вот, нарезать гласные, согласные, спеть всю гамму. И потом приходить к звукоречесеру и говорить, о, вот по этому плану нарезаем. И также можно делать клипы, теоретически. Поставить человека на хромакей, заставить его подвигаться таксяк-наперекосяк. Ну, на зеленый фон, да, или на синий, чтобы люди понимали. Все возможные эмоции. И пойти отдыхать. И из этой базы нарезать. Но! А где же душа, спрашивается? Конечно. Та самая искренняя эмоция, которая нужна, да, в данной, именно в данной песне, да? А знаешь, как прикольно на себя смотреть, потом в отснятый материал думать. Как красиво тут легли волос, а какая ше, зашибись какой мейк. А глаза пустые, эмоций нет. Ну, ты себе такие вещи говоришь, ты это видишь? Я же, ты строга к себе очень. Да. У нас была сати в гостях, знаешь, когда презентовала тоже свой вот этот последний крайний клип, и она тоже говорит, вот здесь, ну, правда, вне эфира, она об этом говорила, вот здесь не доиграла. Не доиграла. Да, мне так не нравится это, что я здесь не доиграла, она тоже так переживала по этому поводу. В общем, вот такие вы девочки у нас. Давайте посмотрим, как сыграла. Друзья, ну, теперь поближе к телевизорам, поближе к гаджетам, если вы нас смотрите в приложении, компьютерам, поближе к приемникам, если, к сожалению, вы нас не смотрите, а слушаете, потому что, как воду глядела, Юта презентует суперновый клип. Все, смотрим. Смотрим, с Богом. Поначалу думала, гадала, давай начнем сначала, у-у-у, он прекрасен, у-у-у-у, Передумать не поздно, да на ладони попадали звезды, у-у-у, моя любовь, у-у-у. У-у-у-у, красную нить размотала, у-у-у-у, давай начнем сначала, у-у-у. Давай начнем сначала. Как в воду глядела я, что любовь наделала, его любить, да о дурия, все равно, что воду лить. Мама, пойду за ним, в пламя воду, лед, огонь и дым, такое дело, как в воду глядела я. Говорили мне мои подруги, ты не падай, ты бери себя в руки. У-у-у, а я лечу, у-у-у, я летала и буду, я готова открыться чуду, у-у-у, паблики всему, у-у-у. У-у-у, красную нить размотала, у-у-у, давай начнем сначала, у-у-у, давай начнем сначала. Как в воду глядела я, что любовь наделала, его любить, да о дурия, все равно, что воду лить. Мама, пойду за ним, в пламя воду, лед, огонь и дым, такое дело, как в воду глядела я. Как в воду глядела я, что любовь наделала, его любить, да о дурия, все равно, что воду лить. Мама, пойду за ним, в пламя воду, лед, огонь и дым, такое дело, как в воду глядела я. Как в воду глядела я. Как в воду глядела я. Как в воду глядела я, что любовь наделала, его любить, да о дурия, все равно, что воду лить. Мама, пойду за ним, в пламя воду, лед, огонь и дым, такое дело, как в воду глядела я. Мама, пойду за ним, в пламя воду, лед, огонь и дым, такое дело, как в воду глядела я. Мама, пойду за ним, в пламя воду глядела я. очень много солнца, чтобы все такие яркие, такие горячие кипучи эмоций все это действительно удалось передать. Ой, я рада, правда. Вот если передаю... Прямо я рада. Прекрасно, прекрасно. Еще и песня такая, понимаешь, от нее уже отталкиваешь. И артистка такая, и модель соответствующая, поэтому все совпало. Слава Богу. Мы очень рады. Значит, в эфире телерадиоканала Старная ФМ уже этот клип живет. Пусть живет долгие-долгие годы. Ну и ждем у тебя еще новых работ. Мне кажется, если мне позволено будет сказать... Пожалуйста, говорите. Смотрите, есть уже южный клип, да? Можно сделать какой-нибудь например, клип. Представляешь, шапки в Якутии с оленями. Ну, что-нибудь... И вот это вот вся вот эта вот шаманская вот эта отмазка. О-о-о-о! Все. Понимаешь, почему нет? Как хорошо я пришла. Столько идей. Мы тебе завтра еще в видео эфиры вышлем, чтобы ты, если вдруг подзабыла, чтобы все было зафиксировано. Надо чаще встречаться. Понимаешь, вот очень красиво, очень ярко, очень характерно, да? Попробуй, вот, если будет желание. Спасибо за идею. Как только сделаем, ты будешь первой. Нет, я буду с тобой советоваться. Спасибо, друзья. Вот... Илочка, вот ты, я знаю, получаешь уже очень много отзывов, и на эту песню в том числе, как вот углядела. Положительные в основном. Никто не сказал. Ну что он там напел опять? Нет? Позавидовали только, слушай, девчонки. Купальником, наверное, позавидовали. Тоня, ну, во-первых, клип не видел никто. Да, 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 да. А песня вызывает только самые положительные эмоции, людям хочется танцевать. Ну что они тебе пишут? Ну расскажи, может быть, что-то там в директ пишут тебе лично. Ты знаешь, просто крутая песня, спасибо за классный трек. И вот все в таком духе. Никто сильно не занимается разботом. А вот тут вот очень хороший синт у тебя прозвучал в пятом такте. Нет. Просто это самое дорогое, когда людям просто нравится, потому что мы же работаем для людей, которым должно просто нравиться. Конечно. Или просто не нравиться. Да, 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 дарить эмоции, да. Юночка, спасибо тебе большое. Спасибо, с вами потрясающе. Во-первых, мы рады, потому что твой приход для нас действительно подарок в день рождения, нам сегодня год. Спасибо тебе за это большое, потому что твои клипы и песни украшают наш эфир. Значит, мы договорились, что 1 декабря у тебя будет концерт в Крокус-Вегасе. Я всех приглашаю. Спасибо. Всех без исключения. Но до 1 декабря ты придешь к нам в студию телерадиоканала «Страна ФМ» и презентуешь у нас альбом новый. Обязано. В акустике что-нибудь, но мы еще обсудим подробнее наш эфир. Ну и если к этому моменту, конечно, будут созревать еще какие-то клипы, песни чудесные, мы с удовольствием... А мы надеемся, что это случится. Да. Поклонников сразу призываем активно голосовать за клип «Как воду глядела», для того, чтобы песня оказалась в нашей программе «Хит страны». А вам спасибо за идеи, за тепло, за поддержку, за ваше хорошее настроение. Поздравьте, ребята. Поздравьте еще раз с днем рождения. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, с днем рождения. Все, друзья, мы с вами прощаемся. Мы сейчас будем обниматься, целоваться с этой активной давней эфира. Еще раз спасибо тебе большое. Юта, Роман Шахов, Александр Хайрулина. До новых встреч. Ждем тебя. Да, ждем тебя. Дорогие друзья, смотрите и слушайте «Страну.ФМ» и заказывайте песни Юты в программе «Саевка».